Братья и сестры и всех, кто сегодня с нами на служении, я приветствую вас всех. Мое желание было прочитать то же самое событие, которое мы уже слышали сегодня утром, только из Евангелия от Луки, 22 главы. Поэтому, экономя время, я прочитаю только один стих из этой главы, 22 главы, 19 стих. «И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Я благодарю Бога, братья и сестры, что мы сегодня можем все вместе собраться здесь для того, чтобы вспомнить этот день страданий Господа нашего Иисуса Христа. Потому что тогда, когда мы вспоминаем те два или три месяца совершенно другой обстановки, знаете, я не знаю, как кто воспринимал, но в своем сердце я понимал, когда это была домашняя обстановка, как-то это совсем не так было, тогда, когда собираешься с церковью, когда ты прочувствуешь совсем по-другому, когда ты слышишь слово, то же самое слово, оно по-другому воспринимается. И вспоминаешь это, и думаешь, слава Богу, что сегодня мы можем собраться вместе, что сегодня мы можем эту чашу разделить между собою, видя лица друг друга, прочувствовать, пережить это состояние, услышать о страданиях Господа и прославить Его. Знаете, что удивительно, что наша жизнь, она так загружена, разум наш человеческий так переполнен событиями, которые прошли, хорошие события или плохие события. И, знаете, это нас грузит, нагружает нас. Все, что происходит сегодня, что произошло вчера и третьего дня, оно наполняет нас, переполняет нас. Знаете, кого-то это, может быть, гнетет, кому-то это радостно, кто-то радуется об этом. И мы думаем об этом. Порой даже мы не спим по какому-то поводу, не дает нам сон. Я думаю, что от этого нам никуда не уйти. Это наша реальность, это наша жизнь, в которой мы находимся. Это то, что происходит сегодня с нами. Как бы мы ни думали, о чем бы мы ни думали. Но я думаю, что когда-то, когда мы увидим Его лицом к лицу, это не будет нас беспокоить. Это не будет нас грузить так. Это не будет нас тревожить, потому что мы увидим Его, Господа нашего, лицом к лицу. В тот вечер Христос с учениками возлежал в доме одного человека. Это было перед Его страданиями. И написано, что Он взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие творите в Моё воспоминание». Обратите внимание, Он говорил о воспоминании. Он говорил о способности человеческой памяти возвращаться. Что такое воспоминание? Что такое вспомнить или помните мои страдания, или вспоминайте мои страдания, или творите в Моё воспоминание? Знаете, важно то, что никто из нас, сидящих здесь, из неслышащих нас сегодня, кто сидит в зале, не были свидетелями Его страдания, не были свидетелями страданий Иисуса Христа. И нам невозможно вспомнить то, чему мы свидетелями не были. Память не имеет такой способности вспоминать то, чего с нами не произошло. И поэтому нам не надо как-то представлять или рисовать в своей памяти какие-то сюжеты, какие-то картины, какие-то, которые бы разжалобили бы нас, может быть, привели в какое-то состояние другое, вспомнить какие-то фильмы, которые мы смотрели о страдании Иисуса Христа. Поймите правильно, не к этому нас призывает Господь в служении хлебопреломления. Я вспоминаю свою молодость, когда мы были в молодежи, и руководителем молодежи, когда мы рассуждали на эту тему о вечере Господне, о хлебопреломлении, он говорил, что я в своей жизни, как бы он говорил о своей практике, он говорил, я всякий раз, когда вспоминаю страдания Господа, я вижу перед своим лицом картину, которую написал какой-то художник, где он видел в какой-то галерее. Я думаю, что не к этому призывает нас Господь в служении хлебопреломления. Я верю, что Господь открывает нам, Он дает нам откровения, которые показывали бы на Его невероятные вот эти страдания. Я уверен в этом. Но встает вопрос, зачем нужно было столько страдать, ведь практически, по сути дела, смысл имела его только смерть. Достаточно было просто умереть, и вопрос решен. Решен вопрос судьбы человека. Ведь можно было просто это сделать, и все. Но смерть Христа была настолько продолжительна, и страдания Христа настолько изнурительные, что историки и богословы говорят и отмечают, что страдания его были настолько тяжелыми, тяжелыми, что он мог бы еще умереть до креста. Он мог бы еще умереть, истекая кровью до Голгофы. И когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что он умер, что и было неожиданностью для римских солдат. Что он умер так быстро, и ему даже не переломали кости на ногах, потому что, когда они пришли, они увидели, что он был уже мертв на кресте. Насколько он мог потерять крови, и как это происходило, мы знаем, после его истязаний и избиений, что Христос умер так быстро. Христос умер на кресте так быстро, потому что он ищет начал истекать кровью еще там, в Гефсимании, когда написано, как пот его падал, как капли крови на землю. О чем же мы сегодня говорим христиане 21 века? Ведь более 20 столетий нас отделяет от тех знаменательных событий, особенных событий человеческой истории. Я хочу еще раз повторить эту фразу, что нас отделяет такое большое расстояние времени от тех знаменательных, основных событий истории человека на этой земле. О чем же мы сегодня говорим, что вспоминаем, и каким образом мы можем вспомнить то, чему мы свидетелями не были. Я верю, что Дух Святой – это третья Личность Божества, которая послана для того, чтобы наставить человека, наставить нас на путь истины. Она может открыть нам, и она открывает, но это зависит от нашего духовного уровня. Это зависит от моего и твоего уровня души, которая способна принимать, которая способна различать голос Духа Святого, для того, чтобы принять то, что Господь говорит. Это зависит от твоего и моего уровня, моего отношения с Господом, моей близости, моего отношения к тому, как я реагирую на голос Духа Святого. Апостол Павел когда-то писал, вместо священного писания, 1 Коринфянам 11, 23 стих, постоянно мы читаем об этом, и он говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. И он рассказывает, как происходили вот эти события в ту ночь перед страданиями. Я верю, что, хотя мы и слышим это от Павла, но мы принимаем это слово как от Господа. Мы принимаем это Евангелие от Господа, потому что Дух Святой открывает нам это. Я хочу сказать, что если человек принимает Евангелие, которое он слышит, или слово о кресте, как от человека, слышит его как от человека воспринимает, значит, никогда не устоит ваше богословие на этом основании. Потому что мы принимаем слово через человека, но мы принимаем его от Господа. Нам открывает это Дух Святой. И наша вера, она утверждается не на мудрости человеческой, она утверждается на Слове Божьем, она утверждается на силе Божьей. И поэтому Господь сегодня нам обращается с этими словами «Сие творите в мое воспоминание». Нам Дух Святой открывает, что Он умер, и умер за наши грехи. В свое время апостол Павел видел, когда вот эти были поползновения в церкви Галатийской, когда он увидел, что в их служении что-то поменялось, изменилось, и он пишет к ним в 1 главе 6-7 стихи такие слова «Удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не есть от Господа, но это человеческое». И он в 11-12 стихах этой же главы говорит, что «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Сегодня к нам это слово звучит. «Сие творите в мое воспоминание». Дорогие друзья, только каждый из нас может сам для себя представить и прочувствовать вот это состояние и близость с Господом, так, как открывает нам Господь, насколько мы близки к Нему. И поэтому важно то, что сеет Павел или Аполлос, или кто-то другой, но если мы принимаем, и если мы способны принять и услышать этот голос от Духа Святого, то Господь открывает нам, что мы должны вспомнить, каким образом мы должны вспомнить, и Бог все это возвращает. Пусть Господь благословит нас сегодня, прославить имя Его Святое, и когда мы вспоминаем, чтобы проверить свое сердце, о чем мы думаем, и как мы можем прославить Господа за Его жертву. Аминь. Помолимся. Аминь.